Всем доброго времени суток! Я рада, что вы посетили мой канал. Надеюсь, эта информация будет для вас интересной. Вот такая красота на середину декабря. Это мини-фиалочки. Вот данный сорт мини-фиалки. Называется он клубничный капкейк. Посмотрите, какая красота! Шапошное цветение. И надо заметить, что сами бутончики, они просто очень плотные. То есть плотное цветение шапошное довольно-таки. Красивый мини-сортик. Цветёт уже второй месяц, но я думаю, будет радовать и дальше. Есть по краю пестролистность такая отмечается. Но возможно, что у меня просто не хватает цвета и подсветки. Пестролистность выражена не так ярко на данном сорте. Но всё равно сорт довольно-таки красивый, насыщенно розовый, привлекает яркой раскраской. Вот особенно на листве, ярко-розовый, на чёмно-зелёный. Очень красиво смотрится, на мой взгляд. Следующий сорт у меня, это всё-таки один из моих любимых сортов. Это вот отцветающий, игра в бисер. Сорт тоже долгоцветущий, яркий очень. Вот сейчас он уже отцветает, да, но посмотрите, какой насыщенный цвет. И сколько ещё у неё там бутонов она будет образовывать, да. Нравится переливом, то есть сами листочки. Вот сейчас камера передаёт. Обратите внимание, как серебром обсыпаны. Один из моих любимых сортов. Среди пиалок-миников. Здесь отвлекусь. Вот такая красивая... Такой красивый колеус яркий. Чильтовиль. Вот, посмотрите, в горшках насыщенный цвет, яркий у него. Хотя форма листочка поменялась. Она должна быть такая свёрнутая. Вот здесь видно, да, на этом. А вот остальные листики все ровные. Насыщенно коричнево-рыжий оттенок просто. Очень мне нравится этот колеус. Ну, переходим к нашим фиалочкам. Следующий сорт. Не могу сказать, что они все у меня любимые. Вот. Но всё равно скажу, один из любимых сортов. Посмотрите, подснежник называется этот сорт. Это просто прелестный сорт, на мой взгляд. Цветёт также второй-третий месяц уже. Цветочки простенькие, на мой взгляд. В виде колокольчика даже, да, какого-то. Но вот эта простота, она завораживает. По краю листики с зеленоватым отливом. По крайней мере, у меня у этого сорта. Я не знаю, как правильно должно быть. Цветение первое. Ну, вот такое вот яркое, да. Тоже отмечается незначительная пестролистность. Вот, да, видим на краешках. Ну, возможно, так же, да. Она выражена на свету или на прохладе. Вот. Следующий сорт. Посмотрите. Это просто, я не знаю. Вот он уже отцветает, но всё равно он очень яркий. Яркий, белый. Шикарный, шикарный сортик. Это Джоли Вайтс. Вот, надеюсь, правильно прочитала. Махровые цветочки. Не могу сказать, что эти цветочки, как бы, такие плотные. Они не плотные, они рыхлые. Ну, посмотрите. На одном вот цветоносе по 3-5 бутончиков. Это, то есть, листвы фактически не видно. Тоже считаю, что шапошное цветение. Так как поворачиваю к свету, ну, не очень часто тут бываю. И поэтому односторонняя, однобокая фиалочка получается. Но это, опять же, не её вина моя, что я так редко, да, бываю. Очень красивая. Просто обворожительная. Следующий сорт, это линейка. Вот этот сорт фиолетовый, ярко-фиолетовый, да. Вот сейчас цветёт второй-третий месяц. Посмотрите, какие цветы. То есть, здесь вот бутоны как раз плотные, я бы сказала. Плотный, сам цветочек плотный, на мой взгляд. Сейчас сфокусирует камера. Посмотрите, особенно в комбинации, если с белым взять, вот около они стоят, да. Ну, потрясающе просто выглядят эти фиалочки. Это всё мини-сорта у меня, цветения. Ещё раз повторюсь, первая. Вот такая красота. Находятся на подоконнике. Следующий обворожительный сорт, не побоюсь этого слова. Это у нас вот такой сорт. Макс Джоби Ланд. Посмотрите. Двухцветная фиалочка. Листики как бы намазаны мазками от центра. Также махровая пестролистность отмечается. Сорт сейчас вот во всей красе на данном этапе. Посмотрите, какая расцветка необычайная. Это просто красота. Вас не оторвать. Нежная красота. Переходим к следующему сорту. Это у меня вот такая с герл листвой фиалочка. Линейка. Посмотрите. Во-первых, сами бутоны. Это просто не оторвать глаз. Розовые. Серединка у них жёлтая. Да, мы видим жёлтые тычиночки там с пестиками. На одном у нас стволике получается до пяти бутончиков образует. И на фоне вот этой листвы, посмотрите, герл листва, да? Этот сорт всё-таки шикарен тоже. Шапошное цветение шапочкой. Я считаю, что этот сорт не столько махровый, сколько на мини-розочки похож. Вот так бывает бальзамин махровый в виде розочек цветёт. Также, на мой взгляд, вот эта обворожительная фиалочка. Листва. Вот такая красота. Следующий сорт тоже с герл листвой. Я его поближе подвину. Вот он у меня. Сейчас вот освещение. Вот этот сорт. Это просто цветок из сказки, как я его называю. Посмотрите. Вот камера не передаёт реальной расцветки. Петит Бларнер. Но я постараюсь сейчас фокусировать камеру. Эти цветочки очень мелкие в диаметре. Меньше сантиметра каждый цветочек. Ну вот, посмотрите. У меня показывает, как коричневатым. Но на самом деле, край листиков зелёный. Листики зелёные по краю. Жёлтая серединка у них. Пестики, тычинки. И всё-таки розовый, ближе к центру, ярко-розовый расцветка. Вот тут вот очень хорошо видно. Посмотрите. Вот, да, они зеленоватый цвет. Вот такой же цвет она при распуске имеет. У меня камера не фокусирует. Тут ещё занавеска мешает. Сейчас, возможно, увидите. Вот так, если я возьму. Вот эта красота. Вот здесь шапошное цветение. Тоже оно... Цветки, я бы сказала, такие упругие довольно-таки. Вот. И много их. Вот такая вот красотища. Гёрл листва. Гёрл листва. И вот это всё с гёрл листвой, конечно, это шикарно смотрится. Мини розы. Такая вот красота она. Декабрия. Следующий сортик. Это у меня вот такая красавица. Вот она у меня ещё маленькая. Ландыш серебристый. Это действительно сорт. На самом деле серебристый. Камера передаст? Нет. Вот. Цветочки, они как серебром обсыпаны. Нет, камера не передаёт. С голубоватым таким оттенком. Белый с голубоватым. Не чисто белый, а с голубоватым. Очень красивая фиалка, на мой взгляд. Вот так, если взять. Вот она. Красивая. Действительно, как ландыш серебристый. Вот такая красота. Фиалочки мини занимают почётное место, конечно, в моей квартире. Первое, но обильное, на мой взгляд, всё равно цветение. Я очень рада и довольна, что занялась разведениями этих красавиц. Вот. Вот такого цветения добиться можно только при правильном уходе. То есть три фактора играют важную роль. Вот в получении таких букетов, да, на своих подоконниках, столах и так далее. Это, конечно, грунт. Свет. Фиалка – это цветок, который очень любит цвет. И, естественно, полив правильный. Подкормки. Следующее видео я постараюсь снять о подкормках. Режиме подкормок для фиалок. И поливе и уходе за фиалками, чтобы добиваться вот такого вот необычайного цветения. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. О фиалках ещё много интересного буду рассказывать. Надеюсь, моя красота для вас была полезной. Всем всего доброго. С вами был канал Нинеля Мой Садик. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok